Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Продолжаем с вами исследование послания апостола Павла Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим пятую главу. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Видим, что апостол Павел постепенно подходил к этому вопросу, который действительно такой порог страшный, как это сегодня называют в современном мире, инцест, который был здесь, или как это называется, точно я не могу сказать, но страшное блудодеяние, когда человек имел жену отца своего, то есть мачеху. Видим, что не случайно здесь апостол Павел, 4 глава, заканчивается тем, что он говорит, приду к вам с палкой или с любовью. Ну, действительно, под такое дело, может быть, этот жезл, как он здесь называется в переводе, а палка была бы даже и полезна. Итак, то есть строгость. Апостол теперь начинает обличать и говорит о том, как это так. Даже, говорит, у язычников такого не слышно. И далее продолжает. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавши такое дело, в собрании нашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во изнемождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Видим, что здесь, в общем-то, звучит некий такой приговор апостолу Павла, дабы пресечь это преступление. Приговор не ради того, чтобы просто наказать человека и на этом успокоиться, что грешник должен за свой грех получить наказание, этим как бы соискупить свой грех или искупить свой грех. Нет. Для исправления. Эпитимия, по сути, здесь дается апостолам Павлом для исправления. Он так и подчеркивает. Для чего он это делает? Чтобы дух, говорит, спасен был в день Господа нашего Иисуса Христа. Влаженный Феодорит Кирский пишет по этому поводу следующее. Цитата. «Пусть никто из вас не стремится ни к чему другому, потому что я немедленно выношу приговор». Сделавший такое дело, опять он показывает чрезмерность этого преступления. Также Абрусим Диаланский, свидетель, пишет цитата. «Следовательно, апостол Павел настаивает на изгнании того человека не только и нисколько по общему между собой согласию коринфян, сколько из достоинства Господа нашего Иисуса Христа, чей суд он исполняет как посланник Христов». Святитель Иоанн Златоуст пишет следующее, называя это «искоренением заразы» или тем, как малая закваска может квасить все тело. Цитата святителя Иоанна Златоуста. «Посмотри на его ревнование. Он не позволяет дожидаться своего прибытия, чтобы по прибытию наказать кровосмесителя, но словно бы желая искоренить некую заразу, прежде чем она проникнет во все тело, старается обуздать его». То есть он говорит «предать его сатане». Что значит «предать его сатане»? Святитель Амбросий Меделанский пишет, цитата. «Павел говорит об упомянутом выше оскверненном сатаной, чтобы дух был спасен в человеках церкви в день суда. Если не будет изгнан скверный из церкви, не спасен будет дух церкви в день суда». То есть здесь свидетель подчеркивает, что это распространяется как зараза. «Заслужили это все по причине осквернения». Продолжает. «И в день Господень нагими, духом святым найденные, услышат от Господа судьи». Иван Гриат Матфея 7, 23. «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Тоже блаженный Феодорит Кирский пишет, цитата. «Из этого мы научаемся, что на отделяемых и отлучаемых от тела церкви наступает дьявол, обретая их лишенными благодати». Какое важное замечание делает блаженный Феодорит Кирский. «Как страшно быть отпадшим от церкви». Потому как бывает благодеяние такое, которое здесь выявляет апостол Павел, но бывает благодеяние и духовное, когда люди попадают в секты, отрекаясь от Христа, и этим самым отпадают от благодати Божьей, от того дара, который защищает человека, от той благодатной энергии, который предохраняет и защищает человека от нападок дьявольских и искушений. Поэтому это важно понимать. Видимо, с какой строгостью апостол Павел относится к этому греху. Хотя потом в послании, видимо, этот человек покаялся, и во втором послании к Коринфянам, в следующем послании, апостол скажет так, что «будьте снисходительны к этому человеку». По-видимому, действительно было глубокое покаяние. Но прежде чем оно произошло, необходимо строгое врачевание. Как вот, например, приходит человек, говорит к врачу, «Вот у меня здесь нарыв». Что делает врач? Больно? Конечно, больно. Или зуб болит. Что делает? Вырывает его. Или опухоль какая у человека. Там онкология. Что делает? Вырезает. Больно, неприятно. Но зато человек остается жив. Все тело становится здоровым. Так и здесь. Отсекает, дабы все тело не заразилось. Но в отличие от человеческого тела, тело Христово способно, то есть Спаситель способен и принять кающегося грешника. Есть такое утверждение, что есть человек противящийся, а есть ошибающийся. Поэтому ошибаться может каждый. Но зачем же упорствовать? Поэтому вот этот грех, который, он, конечно, омерзительный по своему даже вот такому, даже на слух, не говоря уже о самом действии. Но тем не менее, Бог принимает кающегося человека, если он даже впадает в такие вот мерзкие согрешения и этим самым отсекается, отпадает от церкви. Нечем вам хвалиться, продолжает апостол. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тело? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха ваша, Христос, заклон за нас. Нечем хвалиться. Святитель Анзатауст пишет, «Разве не знаете, что малая закваска квастит все тело? Хотя, говорит он, грех его, но, будучи оставлен без внимания, он может заразить также все тело церкви. Ибо если первый согрешающий не будет предан наказанию, то скоро и другие впадут в тот же самый грех». Конец цитата. «Ибо Пасха наша Христос», святитель Амвросий пишет, «Ибо когда новую Пасху мы соблюдаем, старой жизни не следуем». Видите, как пишет. «Когда новую Пасху соблюдаем, старой жизни уже не следуем». Пасха, следовательно, жертвоприношение есть, а не исход евреев из Египта, как некоторым кажется. Ибо прежде идет жертва, затем только возможен переход из старой жизни в новую, поскольку прежде пример спасителя, а затем только символ спасения». Конец цитаты. Что здесь напоминает нам святитель Амвросий Медиаланский? Он напоминает ветхозаветную историю. Помните, прежде чем народ израильский продолжал свое шествие 40 лет по пустыне Синайской, прежде они пошли и принесли что? Пасху. Поэтому сначала Христос. Это прообраз того, что сначала у Христос умирает за нас и прощает нам наше согрешение, и он становится путь истинной жизни, и только потом, благодаря этой жертве Христовой, благодаря Его смерти и воскресению, мы становимся способны по благодати Его, данной нам, как апостол Павел пишет, со страхом и трепетом совершать дело нашего спасения. Но сначала жертва Христова, сначала Пасха, как и там народ израильский просил фараона, чтобы он отпустил их и совершить Пасху. Они совершают Пасху, прообраз истинной Пасхи, Спасителя, Его смерти и воскресения, и потом шествуют путем в землю обетованную. Так и пишет здесь. Итак, почему, говорит, станем праздновать не со старой закваской, как мы с вами прочитали? «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудником мира сего, или лихаимцами, или хищниками, и для идолослужителями, ибо нам, иначе надлежало бы нам выйти из мира. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником, с такими даже и не есть вместе». Апостол Павел здесь разграничивает эти понятия. Тот, который остается в церкви, называется братом, с ним не общаться и отсечь. Но не с теми, которые вовне. Помните, за что обвиняли Христа? За это самое сегодня часто обвиняют православных миссионеров. Что они едят и пьют с мотарями и грешниками. А миссионеру, как миссионерствовать, если он не пойдет в этот мир, который действительно не всегда его принимает, но если принимает, миссионер видит, что можно здесь проповедовать Слово Божие и с этим человеком общаться ради проповеди и ради того, чтобы посеять в нем семя спасительного, духовной благодати, конечно, это общение не исключается. Так и здесь апостол пишет и утверждает эту мысль. Говорит, ни с этими, ни с внешними. Для них и Христос пришел, как сказано, Христос пришел не для праведников, а для грешников, чтобы призвать их к покаянию. Поэтому никто, кто не хочет общаться с грешниками, пусть не читает псалтирь Давида. Почему? Потому что Давид пишет, помилуй меня Божий, повелиться и милости Твоей. И по множеству он просит милости у Бога. Почему? Известная история. Давид согрешал и дважды, и страшными грехами, и прелюбодеянием, и убийством, в общем-то. Но у царя и псалмопевца Давида было это состояние. Состояние покаяния. Это, снова повторю, не было какое-то разовое. Он сумел стяжать вот эту благодать покаяния. Вот о чем хорошо бы молиться. Просто, Господи, дай мне вот эту благодать покаяния. Всегда молимся, дай нам какие-нибудь там дары или управь наши дела, да, карьера, что там, деньги, чтобы на даче все так и перло, там росло и прочие вещи, которые совершенно посторонние. Молиться о духе покаяния. Потому что, по сути, я не знаю, вот, может быть, конечно, есть хорошая пословица, по себе людей не судят, но вот этого духа покаяния его как-то и не наблюдается. Так какие-то изредка приходящие, да, чаще всего, наверное, сожаления о грехах. А если бы это было действительно истинно покаяния, наверное, жизнь наша бы как-то исправлялась совершенно и кардинально, как об этом говорит преподобный Серафим Саровский, например, когда у него спросили, батюшка, а почему так много, как-то так мало монашествующих людей, которые действительно принимают решение служить Богу, отречься от мира? Преподобный ответил, нет решимости в людях. То есть, решимость это и есть, состояние покаяния один из таких составляющих этого состояния это решимость. Решимость отвергнуться прежнего своего образа жизни и прилепиться ко Христу всем своим существом, умом и жизнью. Так и пишет, не то, чтобы не сообщаться с этим миром, с ними да, но ради чего, как он скажет в другом послании, помните, для всех я сделался всем, для иудеев, как иудеи, в спасании к римлянам, для беззаконных, как беззаконных, сам, впрочем, не чужд закона. Для всех я сделал совсем, дабы спасти хотя бы некоторых. Поэтому апостол здесь утверждает эту мысль не то, чтобы от этих блудников, не те, которые внешние, но внутренние. Он как бы здесь говорит, что блудник должен быть отлучен, суд над внешними и внутренними. То есть, внешних судит Бог, а внутренних дана нам власть. Он об этом и дальше еще скажет и пристыдит коринфян, что они обращаются за судом к людям внешним. Это будет в следующей главе. К внешним, а не к святым. То есть, не к людям, которые способны по благодати Божией рассудить людей. Ибо я написал вам не сообщаться ни с теми. Снова повторяем эту мысль. Называясь братом, остается блудником и лихаимством. Ибо кто мне и далее 12 стих. Ибо что мне судить и внешних? Видите? Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних судит Бог. И здесь он говорит, что сделать с этим человеком, дабы зараза не распространилась внутри церкви. Итак, извергните развращенного из среды вас. Вот о чем. Замечая здесь между прочим свидетель Иоанн Златоуст, когда апостол говорит о том, что с таким даже не есть, а, или положенный Федорит Кирский, кто-то из них, говорит, он здесь говорит не только о трапезе обычной, но и о трапезе Христовой, что человек, который впал в такое мерзкое согрешение, с ним, говорит, даже не участвует в трапезе Христовой, то есть не причащаться. Это, на самом деле, действительно, такое указание, мы видим, что он пишет, это для руководителей коринфской общины, это указание для пастырей, которые способны по благодати Божией, да, таких людей наставлять, а если нужно, и какое-то время, давать эпидемию и отсекать, и не нарушать этого правила, не допускать до причастия. Но здесь, в общем-то, конечно, все на усмотрение священнослужителя, ибо он знает эти тайны, которые раскрываются человеком, приходящим на таинство исповеди. Совсем другое с людьми, которые отпадают грехами, блудными грехами, отпадая в какие-то еретические или сектантские сообщества, там это тоже не врачуется просто исповедью. Человек отпадает от Христа. Есть грех в церкви, внутри церкви, есть вот такие омерзительные грехи, когда человек на какое-то время отлучается, как блудник, но есть еще и блуд духовный, когда человек сам по своей воле отпадает от церкви. И в этом случае человек восстанавливается в общении со Христом через тоже определенную ему реабилитацию, которая есть, определенная подготовка, есть такой вот чин присоединения, к которому я неоднократно уже говорил, что в Москве по благосостоянию святейшего патриарха создана комиссия по реабилитации людей, отпавших от православия, где люди, отпавшие вот такой духовный блуд, они проходят реабилитацию, там кто два, кто три месяца, кто полгода, и потом уже пройдя ее, пишут прошение и воссоединяются с церковью, если они были ранее крещены и от нее отпали. Поэтому апостол здесь снова и снова, если повторить содержание всей этой главы, оно в общем-то кратко, то есть блудник должен быть отлучен, а суд над внешними это дело Божие, наше дело в большей мере наблюдать за своей павствой, за своими крещенными, дабы они соблюдали чистоту православного исповедания и держались крепко веры православной.